Привет, друзья! Сегодня пятый день марафона горы Армении акварелью. Сегодня мы будем рисовать горную цепь Шханасар и будем делать это в максимально свободной манере. Я специально взяла большой лист, чтобы было где поиграть с краской, было пространство для того, чтобы акварель могла течь, оставлять какие-то интересные подтеки. И давайте посмотрим, что из этого у меня получится. Я смочила лист с двух сторон, пропитала его хорошо водой и салфеткой промакиваю участки, где у меня планируются белые, покрытые снегом вершины гор. Для большого формата обязательно берите кисть побольше. Ваша кисть должна перекрывать максимально заливку, которую вы планируете в один раз, чтобы вам не нужно было несколько раз делать движение, набирать кисть и затирать вашу заливку. Чем меньше движение туда-сюда вы делаете, тем ровнее у вас получится заливка. Я здесь использую кисть флейц, делаю растяжку цвета от более насыщенного к более светлому, использую смесь ультрамарина и фц голубой, там какой-то волосок у меня попадает на лист. И так как я уже промокнула область гор, туда, по идее, цвет затекать не будет, но, возможно, еще как-то я буду корректировать рельеф горных вершин. В нижнюю часть добавляю легкий розово-оранжевый оттенок, прям смешиваю розовый и оранжевый, чтобы чуть-чуть утеплить небо, чтобы на его фоне горы были еще более холодными и больше читалось их очертания. Наклоняю лист, чтобы краска лучше распределилась, чтобы не оставалось каких-то лишних капелек и перетеков. И дальше той же плоской кистью начинаю добавлять рельеф гор. Мысленно представляю, какой формы они могут быть, как они друг с другом взаимосвязаны. Предполагаю, что у меня там с правой стороны больше света, с левой стороны больше теней. И стараюсь, фантазирую, какой там может быть рельеф. Цвет можно варьировать от более холодного, более такого синего, ультрамарина чистого, и добавлять к нему где-то, может быть, немножко розоватого, где-то более филетоватые горы делать. Так тоже будет интереснее. И насыщенность теней мы тоже варьируем. На моем канале Бусти и Патреон есть более подробный урок, где я разбираю принцип рисования гор, как рисовать рельеф. Поэтому, если у вас нет большого опыта в изображении такой натуры, можно немножко потренироваться отдельно. Отдельно. Продолжение следует... Продолжение следует... По нижней части гор я пока прохожу синим и большим количеством воды. Здесь мне хочется оставить такие более спонтанные разводы. И я к ним буду еще несколько раз возвращаться. Но пока просто решаю это водой и какими-то синими пятнами. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь начинается самое интересное. Мы будем работать с передним планом, с травой. И нам нужно создать сложный, многоцветный передний план. Я использую разные грязные оттенки. Варьирую их в зависимости от того, ближе-дальше. Ближе делаю чуть более темные цвета. Дальше у меня будут более прозрачные, серовато-охористые какие-то оттенки. Пока предварительно просто сделала несколько мазков. И дальше постепенно-постепенно иду на усложнение. Уже сейчас на этом моменте передний план я делаю более крупными мазками. На дальнем плане мазки ближе друг к другу. То есть таким образом делаю намек на линейную перспективу. Продолжение следует... Добавляю немного темного бордового цвета. Я смешиваю кадмий красный и ультрамарин для этого цвета. Ну и там у меня какая-то грязь на палитре. И дальше беру веерную кисть и начинаю вытягивать травинки из этого цвета. Здесь будет довольно долгая работа как с пластилином, когда я переминаю цвета, добавляю что-то... Что-то по ходу размываю водой, опять добавляю цвет. В общем, такой длительный процесс, но очень увлекательный. Здесь нужно постоянно быть в моменте и в моменте со своей работой, потому что в зависимости от бумаги, от того, какими кистями, какими пигментами вы работаете, результат может быть очень разный. И здесь можно экспериментировать, но держать в голове примерный результат, который вы хотите получить, и что-то с ним придумывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому я с одной стороны немножко размываю какие-то части, с другой стороны наоборот начинаю дорисовывать и что-то протирать кистью. Субтитры сделал DimaTorzok По моей работе я стараюсь согнать излишки воды, потому что бывает сложновато очень большим количеством воды получить какой-то рельеф. Он складывается во что-то такое единое, и вот сейчас я с помощью фена стараюсь добиться определенного рисунка гор на среднем плане, ну или холмов скорее. И изначально мне больше нравилось, как у меня получалось более светлые участки в траве. Сейчас много пигмента уже как бы расползлось, распределилось равномерно, но я хочу все-таки еще немножко более такую текстурную сделать травку. Ну и здесь можно работать довольно долго, можно даже сказать, что бесконечно, главное все-таки в какой-то момент остановиться, и вот такой вот результат у меня получился в итоге. Напишите в комментариях, как вам такая техника, что еще вам хотелось бы порисовать. Это был завершающий день марафона горы Армении акварелью. Возможно, я еще вернусь к этой теме. Ну а пока готовлюсь к сезону пленеров. До встречи в следующих видео.